И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзэхедж, вы смотрите сороковую серию приключений на сборочке Magical Village 2. Или Mystical? Mystical. Почему Magical? Не знаю. Ну, потому что я занимаюсь магией. И сегодня сороковая серия, значит, смотрите в описании, там будет ссылочка на сейф, да? Я здесь за кадром поисследовал. Мне на самом деле нужно было очень дойти вот этой штуке, потому что я крайне не люблю перемещать трубами эссенцию, а мне её пришлось изготовить для того, чтобы выучить всякое остальное другое, я уже даже забыл что, но без разницы. И начнём мы с вами серию прямо-таки с того, что будем себе делать големный пресс. Големный пресс делается из наковальни. Я не умею делать наковальню. Чёрт, как делается наковальня? А, вот так делается наковальня, это хорошо. Но на самом деле я хотел в этом столике сделать другую вещичку. И, естественно, я уже растерял все от неё ингредиенты, пока здесь боролся со своим Зигом инвентаря и... Безуспешно боролся, да, скажем так. Так, ещё у меня должен быть поршень, он тоже ушёл. И такая штука, и колдрон. Всё, теперь всё есть, и Зигом инвентаря тоже на месте. Пойдёмте это дело куда-нибудь расположим. Я вот всё ещё не знаю, делать его справа или слева. Почему-то хочется справа. Давайте вот здесь поставим пресс. Эту штуку мне пока некуда деть, поэтому пусть она стоит пока здесь. Так, княженцы, подсказывай мне, пожалуйста, как делаются големные прессы сегодня у нас. Так, делаются они вот таким вот образом. И, насколько я помню, нам в поршень нужно будет закачивать эссенцию. То есть, поршень давайте поставим вот с этой стороны. Слева от поршня у нас стоит столик. Столик. Столик стоит слева от поршня. Дальше... Какая у меня короткая память? Я сегодня себе напоминаю рыбу. Дальше наковальня и... И... И то, что осталось. Колдрон. И вот сюда нужно, конечно же, поставить вот эту вот странную тычку. Громотвод такой для големчиков. Интересно, сработает так или нет. Так, ну ладно, что у нас там? Зигундус, Упырюндус, Салисмундус. Бум. Да? Да! И отлично. У нас с вами вот здесь можно будет закачивать эссенцию. Я буду ее пробовать закачивать отсюда при помощи наших беспроводных вот этих вот хреней. И, собственно, наверное, прямо-таки с хреней мы с вами теперь уже начнем после того, как построили пресс. Единственное, что мне это нужно будет скрафтить. Мне нужно будет скрафтить что? Мне себе нужно, во-первых, будет скрафтить кучу баночек и всякое остальное. Я здесь уже теперь потихоньку летать начал, потому что ходить пешком это уже не модно. Особенно после того, как я умею летать весь такой из себя магический, да? Как у нас с вами делается... Теперь вот сюда, да? Вот эта фигня. Под названием... Эмптин, Эссеншн Трансфьюзер. По-моему, нам он с вами нужен для того, чтобы... Уууу, мне здесь нужно сделать много труб. А трубы делаются из Quicksilver Drop и Alchemical Breath Nugget. Вот это, конечно, не очень хорошо, но ладно. У меня точно было много вот таких штук. Я думаю, что труб мы сразу сейчас с вами тоже наделаем. И Alchemical Breath у меня сколько-то есть. Ну, благо, нужны наггеты. Наггеты это не очень страшно. По центру нужно было стекло или пейны. Что я делал? Я делал вот это, я делал вот это, я делал вот это, я делал вот это. Стекло. Salis Mundus, уходи в Ruxundus. Иначе у меня тут совсем все плохо с инвентарем. Давайте сделаем пять, что ли. Сколько у меня есть? На четыре хватит, да? Ну ладно. И сверху мне была нужна маленькая штучка, которая делается вот из такой большой штучки. У нас получается девять маленьких штучек. О! Восемь труб делается! Ей! Круто! Сделаем шестнадцать. Я надеюсь, что остальные трубы делаются уже из текущих труб же, да? 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 Скажите мне, что да. Да! Так, какие трубы мне необходимы? Это филин, это эмптин. Чем они, кстати, отличаются? А, понятно. У одного дропера, у другого хоппер. Хоппер и дроппер. Друзья на вики. Кстати, интересно, есть ли у меня еще брас. Ладно, мы с вами делали эту штуку. Нужно четыре айрон плейта и две трубы с рычажками. Уууу, матрица. Полежи пока в инвентаре. Как у меня все плохо. Надо уже скорее сделать эту штуку и избавиться хотя бы вот от этого вот. Раз, два. Теперь вот так. Четыре пластины по краям. Две трубы вот так. И по центру какая-то фигня. Давайте мы ее сюда, что ли, попробуем вытащить? Это называется эмптинг. Эссенция, что-то там. И отличный рецепт здесь работает. Уууу, грейтвуд плэнкс. Они внизу. Арк. Тек. Тек. Два. И это хорошо. Так, но тем не менее, мне еще нужна воронка. А, вот да. Брэз инготы. Раз, два, три. Есть. Сколько-то там даже еще, по-моему, осталось. Сколько еще осталось? Ноль. А мне нужно четыре, да? Нет, мне нужно две. Счастье-то какое? В наш дом пришло. Внизу айрон плейты. Ну, айрон сделать, благо, проще. Нам для этого даже не нужен супермагический верстак. И воронка. Заботливо подготовленная каким-то из данжей. Так, эмптинг, эссенция, трансфюзер. Отлично. А теперь нам с вами еще нужно себе сделать вордет джар. Вот такие фигни. Это тоже не очень сложно, если бы не. Если бы не полублоки. Давайте себе их сделаем прям дофига. Ну, сколько дофига? Десять. Десять, конечно, не очень дофига, но лучше, чем ноль. А сейчас у нас с вами есть ровно ноль. Поставим их сюда и дальше глаз пейны. Глаз пейнов я здесь делал? Не делал, я лентяй. О, а вот стекла-то у меня много. Ну, как много? Какое-то количество было, оказывается. Шестнадцать это явно мало. Тих-тих-тих-тих-тих. Тих-тих-тих-тих. Ладно. А? У меня ничего не вмещается. Давайте сделаем, сколько влезет. Я шифт нажал? Ты что не делаешься? Я тебе шифт нажал. Вот, шестьдесят четыре. Сколько будет из шестидесяти четырех? Девять. То есть, если я возьму еще шестнадцать, мне этого хватит на десятую баночку. Десять баночек. Ну, даже одиннадцать. Но мы об этом никому не скажем. Баночки. Идите ко мне. Десять банок есть? Эмптин. Эта штука есть. Давайте попробуем это поставить. И я смогу потихоньку начать избавляться от скляночек с эссенциями. Скляночки будут стоять вот здесь. Правда, здесь, конечно, для них немножко маловато места. Но ничего страшного. Я думаю, что прямо... А, вот здесь я не смогу одну поставить, да? Потому что здесь будет стоять вот эта вот ужасная опустошалка. Опустошал, да. Опустошай. Нет. Я не ту сделал, да? Нужна другая. Черт! Так, попробуем. Флинт. Железяка. И попробовать забрать остатки. Даже все получилось. Окей. Это уже радует. Я на самом деле... Нужно было бы почитать, как обычно, сначала книжку, а потом делать, да? Но вы же знаете, что это не мой способ. Поэтому делаем теперь вот такое вот. Все то же самое, за исключением того, что сверху у нас дроппер или кто? Филлин. Диспенсер. Черт! Я так надеялся, что это дроппер. До последнего момента надеялся, что это дроппер. Очень я люблю рецепт ванильного лука. Он, с одной стороны, совершенно несложный. С другой стороны, почему-то дико меня бесит. Вот не спрашивайте, почему. Я поэтому предпочитаю делать все-таки диспенсеры, а не дропперы. Но что поделаешь. Так, еще нужно один редстоун и каблушечки в количестве семи вокруг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь каблушечки. Диспенсер. Диспенсер. Диспенсер! Теперь у нас есть и филин, и эмптин. Ну, эмптин нам на самом деле тоже не повредит. Потому что именно при помощи него мы с вами будем запихивать машину в наш стол. Ой, у меня началась головная боль. Все так плохо, да? У меня начался варп. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я еще ни разу не ловил вамп, вамп, варп. Так, варп, варп. Можем раскидать всякие эссенции. Тут все интересно. Я даже не помню, что я здесь жарил для какой-то вот из этих эссенций. Ммм. Дайте мне секундочку, наверное, знаете, я что сделаю. Я здесь раскидаю свои существующие эссенции. И, ребятки, с эссенцией я вроде разобрался, но есть проблема. Нам для того, чтобы сделать умного голема, я посмотрел, его можно там сделать. Нам ему придется сделать вот такой вот биоталмический разум. И это уже инфузия, по меньшей мере. И, кроме того, нам с вами для обычного заводного рассудка, заводного мозга, наверное, ну, правда, здесь майнд написано, да? Но, тем не менее, нам снова понадобится латунь. И я так что-то подумал, что, блин, я сейчас опять буду тратить свои ресурсы непонятно на что. Поэтому давайте сделаем себе тауматорий. Почему бы нет? В принципе, я думаю, что еще одного сава смундуса. Не, вроде все нормально. Нам должно хватить. И нам еще будет нужен нитор, но я надеюсь, что он есть внизу. Единственное, что из чего я делал этот самый-то опять я забыл. Из флинта. Давайте возьмем себе прямо сейчас, вот, не знаю, 12, да? Флинта и 12 железа. И прямо сразу попробуем это сделать. Там же как-то так это можно... А, это вообще из жидкого же можно было делать. Да-да-да-да-да. В этом-то вся прелесть. Единственное, что я здесь уже все свои баночки, блин. Ууу, даже уже не влезает. Я здесь себе перерабатываю когницию. Окей. Тогда давайте, собственно, начнем. Я думаю, что Тауматорий мы с вами будем ставить... Блин, его бы, конечно, по-хорошему поставить где-нибудь вот здесь. И вот эту штуку, я думаю, что либо сделать еще одну, либо просто пока забрать отсюда. Давайте поставим Тауматорий вот здесь. Очень странное место для Тауматория. И, кстати, ему совершенно точно нужен нагрев. В этот раз я посмотрел. Нет, вы не думайте. Я снова задался вопросом, а нужно ли его нагревать? И выяснил, что да, нужно. В этот раз Зиги все сделал правильно. Ну, не все, но что-то, да? Сразу поставим сюда НИТОР. Поставим сюда эту штуку. Сделаем БЫМ-БЫМ. И где мой Салис Мундус? Так будет достаточно или нет? Или придется второй раз тыкать? Видимо, придется второй раз тыкать. Два Салис Мундуса. Ну, делайся, делайся. Ей, Тауматорушка. Так, куда в тебя запихивать эти самые? Блин, неужели вот здесь вот так придется некрасиво делать? Эльфочка меня прибьет. Или все исправит. Вот так попробовать сделать, да? И где-то здесь надо было выбрать какие-то рецепты. По-моему, положить сюда вот так, что ли, да? И выбрать Alchemical Brass. И нам с вами теперь, да, он хочет этот инструмент, или как он там бишь, пошел делать себе еще барочки. И, ребятки, оно работает. Ей, засасывается все успешно. Мы с вами начали получать латунь. Единственное, что, конечно, по-хорошему, сюда бы поставить Hungry Chest, ну, чтобы уж совсем соответствовать механике мода, да? И почему-то перестал работать. О, у тебя уже все закончилось? Нет, нормально, ты все еще уплевываешь. Надо дождаться 12 штук. Правда, я сюда поставил, положил меньшее количество, блин, флинта, потому что я его засунул назад. Ладно, сейчас он доделается. Все, доделался? Да, 2 здесь осталось, ну и пофигу. 7 мы с вами получили этих штук, потому что наша система по дистилляции не оптимальная. Ну и ладно. В принципе, нам этого с вами должно сейчас хватить для того, чтобы сделать себе обычный заводной разум. Нам для этого нужно сделать себе... Тихо-тихо-тихо. Эть. Много еще латуни. Кстати, у меня вот такие вот латунные слитки же живут вот здесь. Почему я про это забыл? Так, наш биоразум. Что там нужно еще? Нужен вот такая фигня еще нужна. Видите, как хорошо, что я сделал себе много латуни. Я прям как знал, что нам потребуется много этой штуки. Конечно, не знал. Конечно, даже не посмотрел. Ну и что, это же я. Так, и там еще был нужен раз-два-три. Раз. И раз-два-три. Раз-два-три. Компаратор. Компаратор. Рецепт запомнен? Я надеюсь. Я его сейчас честно не подсматривал, не подглядывал. Делаю по памяти. Эй, компаратор. Мой старый друг-компаратор. Ненавижу тебя. Так, так. Что там было нужно еще? Три глаз пейна. Мы с вами после баночек, я их здесь себе сделал немеряное количество. Так что все будет хорошо, я думаю. Ать-ать-ать. Есть у нас с вами заводной мозгик. Теперь нам нужно сделать еще одну вот такую сложную конструкцию. Ох ты, блин. Здесь уже нужен тамей. Тамей. Таумей. Но, с другой стороны, очень хорошо то, что мы с вами себе сделали ту моторий. Давайте я себе наделаю еще салс-мундуса. Переделаю все это дело в аспект, и мы увидимся. Итак, ребятки, небольшая перестановочка здесь случилась. Так у меня влезет больше банок. Возможно, даже вот эти сюда поставлю. Но я надеюсь, что в данный момент на что моторий сможет брать вот из этой банки. Потому что именно для этого нам с вами сейчас здесь нужно железо, чтобы сделать себе таумиевый слиток. Ну, вроде да. Вроде все получается. И, блин, я опять забыл о том, что хотел сделать голодный сундук. Ну, ладно, постою. В принципе, ничего страшного. Эссенции у меня есть. Я думаю, что это будет недолго. Итак, ребятки, 6 слитков получилось, поэтому, собственно, вот у меня есть мои таумиевые пластины. И давайте доделаем, наверное, еще вот таких штук. Для того, чтобы сделать себе вот такой сложный констракт. Чего мне не хватает? У меня не хватает всего, как обычно. Давайте я, пожалуй, сделаю закатом, что ли, эту штуку. И вот она. Сложный волшебный механизм. Есть такая штука. Теперь остался только мозг, ну и, собственно, сама по себе инфузия. Ох, давайте вспоминать, что нужно для того, чтобы сделать себе этот дурацкий алтарь. Мне нужны вот такие пьедесталы. У меня где-то были такие камушки. Сейчас сотворим. Матрица у меня есть. И вот такие вот камни, слушайте, у меня, похоже, все есть. Хм. Давайте попробуем это дело поставить. Итак, центр у нас с вами вот здесь. Вокруг центра нужно поставить вот такие блоки. В этой версии таумкрафта не нужно их, благо, мешать с кирпичами. Просто обычные штуки. Здесь пьедестал. И над ними матрица. Матрица. Убираем отсюда блок. Теперь, по идее, вот не помню, нужно, по-моему, сюда опять же савы с мундусом тыкнуть. Блин, а я его весь потратил. Черт. Формируйся. Ей, наш красивый алтарь. И теперь вот в эти места, они здесь специально помечены, нужно поставить пьедесталы для предметов. В принципе, можно эти пьедесталы утопить на один блок вниз. Но как-то мне вот больше нравится, если честно, когда они вот так вот немножко выпирают из земли. Это, в принципе, ни на что не влияет. Это исключительно дело вашего вкуса. Ну, хотя, допустим, я знаю, что многим из вас нравится, когда они утоплены. Потому что, не знаю почему, мне нравится, когда они выпирают. Вот такой вот алтарь. Единственное, что здесь теперь темновато. Поэтому давайте, наверное, для того, чтобы алтарь немножко еще к тому же был постабильнее, поставим сюда факелы. Естественно, все должно быть симметрично. А вот это вот безобразие совершенно точно будет негативно влиять на нашу инфузию. Равно как и вот эта штука, которая стоит здесь. Ну, я думаю, что я готов, собственно, как бы это сказать. Ну, в общем, рискнуть я готов, да? Еще я забыл, что по этой штуке нужно теперь кликнуть еще и перчаткой для того, чтобы начать инфузию. Или для того, чтобы она просто начала работать. Так, теперь нам с вами необходим мозг. Я думаю, что имеет смысл взять два. По центру сразу положим наш Clockwork Mind. Пойдемте, мозг у меня не здесь. Нет, жалко, что не здесь. И наш сложный Alchemical Construct, который вот у меня здесь есть. Я крайне надеюсь, что у меня сейчас инфузия получится с первого раза. Мозга я, ой, могу взять два, допустим. А вот такая алхимическая штука у меня в единственном количестве. Но будем надеяться, что действительно мне повезет. Хотя у нее уже уровень нестабильности средний. Давайте положим мозг в одну сторону, а вот эту штуку в другую сторону. Сделаем вот так. И на всякий случай проверим. У меня Cognizzo здесь 75 и вот этой машины у меня 248. То есть, по идее, что может пойти не так, да? По идее, я знаю, что вы мне сейчас будете писать, что ЗИК можно защитырить. Можно начать инфузию и убрать отсюда вот эти вот предметы. До тех пор, пока у нас с вами не накопятся необходимые аспекты. Но я думаю, что, ребятки, мы с вами попробуем это дело сделать честно. Единственное, что нужно смотреть в оба за нашими вот этими вот ингредиентами. Потому что это дело важное. И у меня уже набралось почти все Кognizzo. Сейчас пойдет Машина. Благо ее 25. Пока все хорошо. Пока, на удивление, все неплохо. Так. А, все. Ей. Получилось все достаточно просто. Биоталмический разум у нас с вами появился. И если мы с вами откроем интерфейс вот этой штуки. Я здесь вот, собственно, выбрал уже себе умную бошку. Мы видим, что нам в качестве ингредиента нужен как раз Biotalmic Mind. Теперь мы с вами поменяем руки на такие ласковые, точные манипуляторы. Почему ласковые, не знаю. Я так придумал, да? И мы с вами получим как раз, как называется, трейд под названием Deft. То бишь, ловкий. Это то, что нам нужно. Дальше мы можем себе выбрать, из чего он будет, наш Галемчик. Но я думаю, что, в принципе, нам совершенно без разницы. И я могу себе сделать из Грейтвуда Галемчика. Тоже ничего страшного не будет. Вот. Нам всего-навсего осталось себе сделать еще три простых волшебных механизма. И добыть где-то четыре вот этих вот планки. И после этого поставить сюда вот эту штуку. Или сделать еще одну. И начать процесс создания Галемчика. Но этим мы с вами, ребятки, будем заниматься уже в следующей серии. А сейчас пришла пора прощаться. С вами был Зигзо Хедж. Который сегодня внезапно стал Тома Тургом. И надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующий раз. До новых встреч. Как обычно, всем счастливо, ребятки. Пока.